Администрация президента должна изменить телеработы принципиально, а кадровые вопросы решать более эффективно. Сегодня об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом главу администрации президента Александра Косинца. На встрече во Дворце независимости рассмотрели планирование деятельности президента в таких сферах, как кадровая политика, социально-экономическое развитие, национальная безопасность, международные контакты. Обсудили сегодня и насыщенный проект и графика работы на будущий год по таким направлениям, как развитие инвестиционной политики, агропромышленного комплекса и строительства, спорта, образования, науки и сферы ЖКХ. Одной из тем доклада президенту, главы администрации, стала оптимизация госаппарата. Меня волнует главный вопрос. У вас слишком большая задолженность перед президентом по проработке кадровых вопросов. У нас и по хозяйствующим субъектам предприятия, определяющим предприятиям, фактически нет руководителей ни один день и ни одна неделя. Это во-первых. Во-вторых, нам следует, по крайней мере, с 1 января будущего года принципиально изменить систему работы и стиль работы администрации президента. Я введу в практику, а вы возьмите на контроль заслушивание, там, раз в квартал, допустим, руководства администрации, которые придут ко мне и доложат новые идеи какие-то. Идеи. Не просто скользить по наклонной, а идеи. Прямую эхилет – это уже мое дело и мое право. Но идеи эти должны быть земные, приземленные, не причёсанные. Эти идеи должны быть от конкретных людей. И причёсывать их на уровне, допустим, главы администрации и заместителей ни в коем случае нельзя. В противном случае всякое творчество и свобода действий исчезает у государственного служащего. Главнейшим направлением деятельности главы государства является планирование. Администрации президента подготовлен план работы главы государства на 2017 год. Исходя из предложений министерств, ведомств, облсполкомов, правительства, общественных организаций. Сегодня во Дворце независимости рассмотрели реализацию поручений, которые президент давал ранее. В частности, развитие индустриального парка «Великий камень» и строительство некоторых важных объектов в Минске. Все подробности в наших следующих выпусках новостей.